Друзья, всем привет! Клуб интеллектуального туризма, я Несел Дмитрий. Зацените, какой у меня бушлат! Можно на север, на вахту прямо сейчас. В общем, продолжаются эксперименты с коптилкой. И сегодня мы вот таких вот птенцов коптим. Это перепелки, главное их не сжечь. Ну и, соответственно, вот наша печь, как всегда. Вот наш шашлык запасной, как всегда. Вдруг они сгорят или коршун их какой несет. В общем-то, никак не маринованный, никак не приготовленный. Я считаю это правильным. То есть, мы берем, знаете, берем какое-то блюдо. И для того, чтобы понять, как его готовить, его надо сначала приготовить без всего. Такую точку отсчета. Ноль координат таких найти. Так что, давайте будем делать. Посмотрим, что получится. Смотрите, рассказываю лайфхак. Если у вас нет щипы для копчения, то подойдет вот такая штука. Это высохшая малина. Есть в каждом саду. Мы просто ломаем на маленькие палочки, складываем это все в емкость. Почему на маленькие? Потому что, когда она будет нагреваться, ее начнет гнуть. И она не будет вся соприкасаться с поверхностью коптилки. И значит, дыма не даст. Короче, мы все это ломаем, складываем, заливаем водой минут на 10-15, потом воду сливаем и все это ровным слоем укладываем в коптилку. И все. Так, в 10-15 поставили все это хозяйство. Посмотрим, сколько на это уйдет времени. Ну что, оно там простояло 35 минут. Но это же перепелки. Это же не курица. Так что, давайте посмотрим. О, ну симпатично, симпатично. Но, конечно, наверное, держать надо меньше, но прям до какого-то более темного цвета, наверное. В общем, вот что получилось. Попробуем чуть позже. Ну, естественно, этому надо остыть, зажелироваться и все такое. Вот что у нас получилось. На этом, наверное, все. С вами был я, Анисимов Дмитрий, клуб интеллектуального туризма. Если вам понравился этот ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Рубы в социальных сетях есть почти везде. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok